приветствую друзья сегодня мне хотелось бы сравнить ножи три ножа вернее два северных и один вот такой современный в общем нож якутский у нас сегодня будет участвовать от мастерской петрова художественно-производственная мастерская петрова линза в ноль здесь спуск прямой сталь х12мf нож финский именно из финляндии фирмы ахти вот с такой вот рукояткой традиционной фирма ахти нож называется меца вот я дико извиняюсь что буду периодически дышать на руки потому что я в общем камера меня сегодня не слушается не знаю может и за мороза вот первый первое видео у меня не удалось к сожалению не сохранилось так бывает вот я уже так изрядно подмерз так а ахти меца и нож яхт от южного креста линза в ноль с их невезызвестной оружейной насечкой но такой вот ножичек замечательный и так по рукоятям давайте пробежимся что же удобнее мне лично удобнее нож южного креста то есть по сравнению допустим но если сравнивать например с варой немножко отступление с варой то вот эти рукояти более-менее сравнимы более-менее похожи но все-таки рукоять от южного креста как-то поудобнее она прямо вот как будто слепок с моей руки сделали и сняли слепок и сделали вот этот нож вары чуть-чуть ну почти почти то же самое может быть если у вас рука как-то побольше у каждого же рука своя но я просто рассказываю свои ощущения мне удобнее южный крест опять же присутствует темляк здесь темляка нет плюс сюда получается насечка оружейная здесь есть насечка которая все-таки как-то предохраняет вашу кисть от соскальзывания здесь ее нет подпальцевая выемка тут тоже присутствует она менее выражена но тоже она есть то есть тут насечка тут подпальцевая выемка ну плюс принципе можно сюда поставить толщина клинка ну для надежности это конечно плюс по надежности сторону надежности но нож яхтом потяжелее опять же фуллтанк здесь монтаж сквозной ну почти фуллтанк но все-таки не фуллтанк то есть этот нож будет понадежнее но опять же материалы здесь микарта насколько я помню она менее подвержена всяким воздействием влаги там окружающей среды и так далее здесь карельская береза хоть и пропитана она льняным маслом но тем не менее материал природный он такой более податлив к всяким негативным вещам вот сталь до 2 сталь углеродка более ржавучие то есть порезал утек салатик на вот и как-то чё-то вот потемнело слегка вот причем один раз я это делал этим я резал уже что угодно ну тут разводик появился не помню от лука тоже стали но нож практически как новый так теперь по якуту сравниваем якуту веку традиционный все-таки более традиционной рукоять карельская береза там и там ну что можно сказать вот честно говоря якут мне поудобнее хоть он и не анатомичный но есть пару нюансов нарезка я пробовал нарезать салатик вот этим ножом митца ваара поудобнее чем дадут это митца при нарезке по у меня палец ложится вот сюда чувствуется вот эти вот выпирающие ребра то есть мне хочется положить сюда палец а он не ложится то есть он ложится на неудобно то есть здесь вот этот грибок выступает как охраничитель и и резать неудобно то есть тут если прямая рукоять просто режешь и режешь то есть ты хочешь поближе взялся подальше здесь только вот так ну так можно взяться на палец на весу не очень удобно вот этим но ножом якутским можно что-то отковырять без проблем то есть можно ударить куда-то его загнать что-то обломить ну например чагу какую-то там отковырять коп обломил все проблем нет надавить ударить как-то постучать ладошкой все нормально будет здесь опять же стучать ладошкой неудобно из-за вот этой острой грани я вот сколько финок смотрел в интернете у них вроде как большинстве по крайней мере скругленная вот эта вот часть грибочек и вот эта часть тоже скругленная почему на этом на же так производитель сделал я не знаю чем это связано ну тем не менее как есть так есть вот то есть нарезки продуктов тоже что-то как-то мне не очень удобно финским традиционным хватом вот таким вот чтобы что-то отковырять такая же про отверстие проделать где-то тоже неудобно опять же из-за такой вот пяточки вот этой здесь даже на якутском так удобнее сделать взять и на если проделывать отверстие якутский конечно нож предпочтительнее во первых что-то откалывать вы посмотрите традиционно якутский нож у него какой обувь толстый и кончик соответственно и у финского ножа то есть якут надежный будет я много чего делал у меня ничего не расшаталась хоть монтаж с одной очень надежно держится опасно и опять же если сверлить что-то якутский нож он под это заточен то есть у него клин такой сверлильный там как сверлом все будет выгрызать у финки немножко по-другому все сделано тоже можно но как бы осторожней придется подрезать как-то вот что же еще линзу на мой взгляд точить легче то есть наклеил наждачку там 800 тысячная на любой прямой предмет плоский и пошел точить для заточки финского ножа ну любого ножа со сканди спусками в ноль нужно будет приобретать плоский точильный камешек желательно алмазный потому что керамические они вытираются со временем внутри и становятся неровными а алмазный не вытирается он все время ровный поэтому как-то так вот но то же самое по заточке и ножа яхта то есть наждачку и пошел вперед на мин просто скотч он может прогибаться проминаться когда ты ведешь по нему а для заточки сканди спусков нужно твердой ровная поверхность поэтому надо приобретать будет это алмазный камешек заточной еще не надо ножи поскольку северные например якутский нож он предполагает работу в варежке вот у меня перчатка такая северная для холодов вот я беру якутский нож вот он все нормально на режущую кромку перчатка не попадает мне удобно резать работать черт там ковырять даже без удобно но финский все-таки мне кажется заточен больше под работу голой рукой чем вот эти вот всякие вырезы анатомические говорят об этом и я вот беру финку руку вот такой традиционную строгательным хватом у меня перчатка залазит на кромку то есть если я начну сейчас строгать что-то там делать вот отрезать то я попаду рукой в палец у меня перчатки норовит залезть на режущую кромку я могу повредить перчатку тоже мало ли не очень так сказать для примера вот нож я ну не особо того на заводе гораздо меньше чем он не залазит в принципе нож я все удобно нормально все вашего позвонили обменные перчатки потому что у меня руки уже замерзли вот и у ножа яхт тыльник тыльник вот это он скругленный тут все сделано анатомично удобно как у финского ножа не хуже чем у лара какой-нибудь даже лучше вот и тыльничек здесь он предусмотрен чтобы опять же чтобы что-то было удобно отковырнуть куда-то его подзабить вот руку вы не повредите что он такой вот по строганию по строганию ну вы знаете тонкую стружку допустим да толстую стружку в принципе любым ножом можно срезать а вот тонкую деликатную мне лично линза понравилась больше потому что взять того же якута взять того же якута вот у него как-то получается совсем вот прям тонкая тонкая стружечка такая будь деревяшка с какими-то буграми там будь она там ровная все равно то есть якуту по большому счету пофиг он все строгает угол нашел задал ему он не дает вот эта линза якутского ножа не дает ножу зарыться в материал и стружечка получается тонкая нож же финский вот опять же вот я мне надо его тот я просто взял легко в руку и работаю а этот мне приходится приноравливаться перчатки неудобно мне нож финский мне больше пытается залезть древесину привыкнуть в принципе можно чуть-чуть все таки приходится ловить якутского такого нет и как говорится положил я вот на каналах на некоторых видел типа положил на спуск и пошел строгать ну поскольку нож тонкий с тонким обухом все равно приходится ловите угол как-то эту стружку ловить потому что был бы нож потолще может быть да со спусками вновь как-то он ловился бы угол проще хотя вот но я опять же ловлю угол я не ложу прям на спуск у меня так например не получается режет ножик хорошо да то есть режет он практически но с ножом я они режут одинаково хотя яхт потолще ну режут одинаково то есть разница большой прям ли не увидел вот и кут я видите взял прям в руку и начал работать нет такого якутским ножом вообще надо строгать на себя нику там поинтереснее все таки ну не знаю если вообще вывод какой вывод какой у нас напрашивается если из вот этих трех ножей выбирать удобство как куда вот в эксплуатации я бы выбрал все таки нож яхт потому что у него рукоятка самая удобная на мой взгляд все таки у него материал современный то есть по надежности это уже выигрывает вот опять же вот это оружейная насечка не дает на руке соскользнуть на движущую кромку все таки какой-никакой плюс вот вбить куда-то можно ну рукоятка самая удобная общем у ножа яхт стружку тонкую снимает на мой взгляд ну в принципе как и как якутский нож по большому счету вот если с классическим строганием ну там приколов таких скандинавских спусков я прям не пронаблюдал по сравнению допустим с линзой то есть мне удобнее строгать линзой линза в обслуживании проще то есть все проще наточить там для спусков ноль скандинавских нужно покупать уже алмазный брусочек такой ровненький чтобы по спускам точить тут чем угодно можно затащить в общем ну по всем показателям удобству по удобству эксплуатации по надежности выиграет все-таки нож яхт от южного креста ну и по качестве изготовления кстати тоже нож яхт качестве не гораздо изготовлен чем два остальных ну а по эксплуатации по надежности то есть но финку я поставил все-таки на последнее место сначала у нас яхт идет он на первом месте на втором месте все-таки якут северный нож он предусмотрен более на рассчитан на работу с перчатки больше вот я прям беру начинаю работать без проблем вот ну как экзотику наверное да какую-то не знаю голой рукой поработать можно это не во всех сферах опять же нарезать салатик мне было удобнее допустим какой-нибудь ваара или яхтом чем вот такой классической финской возможно если бы они были скругленные было бы удобно но кстати ножи предоставленные магазином мистер чили вот ссылочку на магазин оставлю в описании 8 процентов скидка по кому-коду сопром вот еще у меня якутский нож тоже есть у него закругленная вот здесь рукоять тоже удобно куда-то его заколачивать половой рукой можно взяться финским хватом вот этот нож удобнее будет держать финским хватом чем как ни странно финку что они так сделали что знает не нравится мне совсем вот ну в общем не понял для прикола по финкам кто там угорать по финкам сильно а вот не знаю рукоять перчатки не сделано нож северный нелогично не знаю так нож симпатичный конечно вот так что вот такие вот у нас выводы при строгании зарывается линза все-таки как-то мягче идет но опять же деревях у вот такую то есть это я с собой взял но от доски кусочек вот но если только вы раскололи полено там она прямая какая-нибудь более-менее это не всегда то есть положил прям на спуске она прям пошла строгаться все равно нужно что-то ловить какие-то бугорки там и линза с этими справляется со строганием по бугоркам лучше чем все равно все равно я ловлю а линзе ловит угол лучше это она что норовит вред что есть то есть так что так вот друзья ну опять же это мое мнение можем обсудить в комментариях буду только рад так что заходите на канал смотрите подписывайтесь ставьте лайки надеюсь понравится здесь будет интересно берегите себя всем удачи до новых встреч до новых встреч